Вот как говорят, что, например, никогда не идите к тренеру, который построил себя на стероидах, особенно те, кто никогда не хотят их употреблять, и те, кто только начали тренироваться. Потому что человек, который построил себя на стероидах, никогда в жизни не будет понять, понимать и чувствовать, что такое натуральный тренинг, как развивается развитие натурального организма. И оно, конечно же, абсолютно иное. И вот здесь именно биохимия, самочувствие, того, как ты чувствуешь человека, очень принимает важную роль. Вот у меня были спортсмены, которые встали впоследствии после тренировок со мной и чемпионами города и республики по кроссфитнесу, и чемпионами города и республики по боям без правил, ММА и так далее. То есть определенный уровень мои спортсмены набрали. Также я тренировал в Европе, уже, конечно же, проведя экспериментально много разного рода исследований такого толка. Я применил их все здесь в Европе и создал спортсмена, который стал еще более универсальным, чем все предыдущие. Но, конечно, он пошел по своему пути по-другому. То есть он у меня занимается кикбоксингом, тоже ММА и борьбой одновременно. И тоже на первых же соревнованиях он стал абсолютным чемпионом практически во всех соревнованиях в один день по любителям. Вот. И, подводя итог, то есть интуитивный тренинг это можно назвать, но это мало сказано касательно интуитивного тренинга. Речь идет о биохимическом тренинге, который связан с памятью нашего организма. И вот если мы не будем давать свою память, а постараемся будить в человеке память его собственной генетики, то тогда он растет просто колоссально. Потому что, когда он знает, что он развивает, он приходит ровно до того, что он знает. Если он не знает, что он развивает, то и, в принципе, развивается он до упора. Что-то вроде как снимаются ограничения очень много. И так далее. Я говорю на эту тему немножко неподготовлено, потому что здесь на самом деле есть намного больше чего сказать. Ну, из того, что вот я применяю на себе, то есть я делаю свои мышцы более интеллектуальными. И я заметил, что вот, например, Ломаченко, Зубик, боксеры, чемпионы мира, Олимпийских игр, как правило, те, кто занимался чисто боксом, они тоже хороши технически. Но если человек занимался плаванием, борьбой, а потом боксом в детстве, то очень часто этот человек становится чемпионом Олимпийских игр. И за счет того, что он уже в себе развивал и высокую моторику танцев, и изометрию, и взрыв борцов, и вот если человек загрузил все это в себя, а потом пошел на бокс, то, конечно, он превосходит тех, кто занимался просто боксом. Вот как бы идем к тому. Ну и вот я катаюсь на роликах, и я об всем этом думал вместе с вами. Конечно, то, что я сказал, это капли моего опыта. Это так выдернутые ниточки из ковра общего понимания, что такое фитнес и развитие человеческого существа, и спортсмена, женщины, мужчины, ребенка, подростка, старика. Что бы я посоветовал? Я бы посоветовал людям заниматься более... Чао! Больше с интуицией, больше работать с генетикой, больше с генетической и исторической памятью организма. И тогда есть шансы построить хорошего спортсмена, конечно же, опираясь на внутренние резервы, ресурсы, которые скрыты в человеке, о которых мы сознательно не можем, конечно же, знать. Но можем сознательно к ним обратиться и попробовать их разбудить и пронаблюдать, что же это такое, какая-то прелесть. Ну и дальше идет уже немаловажно, конечно же, сама методика тренировки, как тренируется спортсмен. Это очень важно. Потому что одно дело развивать его чисто генетическую сторону, а другое дело это еще, конечно же, методика. Это упражнения подготовительные, которые делаются уже в результате конкретно, подводки спортсмена и так далее. Это уже совсем другая тема. Классно, когда так прохладно, да? Организм вообще не устает. И вот я начал смешивать то, что я раньше никогда не смешивал и то, что в моей голове было заложено как аэробная нагрузка, от которой вес не набирается. Да, вроде бы по книгам там. Я стал это делать в один период года конкретно специализация на ноги, в другой период года конкретно брусья-турники узким обратным хватом. И на второй день после брусья из турников у меня идут ролики. И за стато-динамический балансный тренинг. И аэробный. А говорю я для чего? Для того, чтобы хорошо, четко чувствовать, нахожусь ли я в аэробной зоне. Потому что, если вы занимаетесь аэробной нагрузкой, такого плана и не можете говорить, и задыхаетесь, значит, вы выпали из аэробного окошка. И уже аэробно занимаетесь. А нам аэробно не нужно. Потому что вчера у нас была тренировка, сегодня у нас рост. И мы даем кислород. Поток крови. То, что нужно для восстановления ускоренного. И кислород вечерний, осенний прохлада и осенний кислород. Плюс баланс, плюс организм в общем в шоке. Никогда такого не делал. И тут бабамс. Ему говорят, а ну-ка давай попробуй. Ну и конечно вы видите, насколько прикольные условия в Италии для катания на роликах. Не, конечно, вокруг пластиковых мусорок для сбора стеклянной тары. Но здесь очень классно ночью кататься. А еще на море мы катаемся, чтобы поправить немножечко легкие. Просто сейчас сезон, когда все болеют. И нужно дышать соленым воздухом возле побережья для того, чтобы дать организму импульс для сопротивления. Чтобы он не болел. Как самочувствие? Нормально? Фэн-шуй? Ага. Я немножко замолчал. В общем, мало людей, на самом деле, очень мало взрослых людей катается на роликах. И тому есть причины. Кто-то устал после работы, кто-то занят, кто-то боится упасть. А ролики это такая нагрузка, которую люди незаслуженно оставляют. Потому что это очень серьезный вид нагрузки для тела и очень-очень-очень развлекательно, полезно. И очень маневренно себя чувствуешь, получаешь удовольствие от ото владения конкретно этим инструментом, этим предметом, роликом, я не знаю, как это сказать, снарядом, правильно, да. Очень много эмоций внутри этого снаряда спортивного. Конечно же, обратите внимание, как мы защищены, налокотники, шлемы. Даже если вы хорошо ездите, не стоит отказываться от такого снаряжения, потому что есть те, кто нехорошо ездит. Даже на машине могут вас, не да господь, ударить, сбить. Или же другой роллер у вас врежется. Да и снаряжение, оно представляет собой небольшой элемент имиджа, стиля. То есть вы, конечно, одеты, как настоящий роллер. На вас, налокотники, на пульсники. И вы выглядите креативно, как так, по-космически. То есть это тоже создает особую ауру и атмосферу, потому что, когда на какой-то площади просто беременные мамы кормят лошадей, голубей с колясочками это одно, а когда на площади ездят 5, 6, 7, 8 роллеров и все в снаряжении, все динамичные, все такие мобильные, они, конечно, дают городу сразу же другую атмосферу. И эта атмосфера, она, конечно, будет внутренней.